Всем огромный-преогромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. И, как всегда, благодарю каждого, кто смотрит меня, комментирует, поддерживает. Также за ваши лайки спасибо и за то, что подписываетесь. Ребят, ну что, посмотрела я новый видеоролик про Копьевской Санта-Барбары. И что мы видим? У нас снова новые герои, новые лица. Но у меня, если честно, нет доверия и к этим лицам, потому что у них что ни герои, то какие-то странности. Куча вопросов и без ответов. Вроде взрослые мужики пришли снимать, и что-то всё непонятно. Точно так же непонятно, наверное, как с их новой героиней, которая там с двумя детьми. Больше всего меня напрягло, что такая у них, в общем-то, скажем так, пара со сложностями и с проблемами. И они идут в дом и идут вообще без какого-то даже по мелочи, может, продуктового пакета. И, да, действительно пара странная. Женщина якобы потеряла зрение. Ну, возможно, и так. Я не знаю. Хотя, вы знаете, я знаю людей, которые без зрения. И немного выглядят они по-другому. Но, скажем так, что она видела и ещё не так давно видела. Поэтому, возможно, она и выглядит немного по-другому по сравнению с теми людьми, которые вот долгое время не видят. Ну, просто я очень много сталкивалась с людьми, которые, в общем-то, без зрения и, в общем-то, скажем так, долгое время. Также странный её муж. Тоже он после инсульта. Но, как узнаётся, он всё равно любитель выпить. И она не прочь ему купить там с пенсии. Хотя они говорят, что в продуктах они якобы не нуждаются. Вот они на двоих наделали там еды. И что им? Им как бы хватает. Дом, конечно, страшный. Вопрос. Почему такой дом? Ну, там, как она сказала, где-то они там прописаны. Я их районов не запоминаю и не знаю. Там вроде бы как всё снесли. Но если снесли, она должна была, ну и правда, получить какую-то компенсацию. Либо какое-то жильё временное. А здесь они снимают какой-то дом, в котором, ну, реально тоже жить невозможно. И почему она, вопрос, сидит три года без паспорта? При всём том, она говорит, что у неё вообще никаких документов нет. А как она будет восстанавливать? И вообще, к чему этот видеоролик? Как бы особо без обращения к людям. Просто показали, что человеку нужно восстановить паспорт. Ну, надо было и восстановить. Не, ну, понятно. Они приехали, сняли. Им это, в общем-то, для канала супер-пупер. Они сняли видеоролик. За видеоролик получат деньги. И, якобы, наверное, что расход топлива и оплата техфотографий и того паспорта. Но это, конечно, мизер по сравнению с тем, сколько они будут получать за видеоролики с этой семьёй. Опять же, я не верю никак, что женщина не выпивает. Раз она говорит, что раньше выпивала, дочь пьяница, сыновей нет. Опять какая-то такая странная история, почему дочь не хочет знать мать. И, мне кажется, тут и мать сама не хочет знать дочь. Раз она вот так вот говорит, что она шляется, она пьёт и говорит это на камеру. Мне кажется, настоящая мать. Ну, возможно, так бы не поступила. Ну, я и не знаю. Ну, не поступила бы точно. Она бы не говорила на своего ребёнка, которого выносила 9 месяцев, растила, что моя дочь пьяница, она меня не хочет знать. Ну, не знаю. Ну, я не знаю. Ну, возможно, я просто такая странная, а не она такая странная. И я не знаю, как они собираются восстанавливать документы. Она говорит, что она 2 года как потеряла зрение. Но паспорта нет, у неё 3 года. А почему она до этого времени не восстанавливала паспорт? Ну, наверное, по той причине, что она сама забухивала. И неплохо забухивала. Ей до лампочки был этот паспорт. Я же не скажу, что внешне она сейчас выглядит как пропойца или пропитая. Ну, либо я просто не углядела в ней такого человека. Ну, почему не делать документы? И в чём сейчас эта сложность сделать документы? Не знаю. Также её супруг. Ну, инсульт был. Обморозил ноги. Куча, скажем так, проблем. Не верю, что он был трезвый, когда, в общем-то, там у него так вышло это обмороженье. И тоже ему там что-то надо было оформлять, и он ещё всё равно не оформил. И, получается, она говорит, что я, когда видела, помогла ему собрать документы. Тут несостыковки тоже. Когда видела? Ты 2 года уже как не видишь. И ты помогала собирать ему документы, и он ещё недооформил там что-то. Опять несостыковки. Короче, вот непоняток всё равно куча. Вот они снимают, да, и всё равно недоговаривают много. Не знаю, может быть, у них кто в комментариях напишет, кто вообще знает эту семью, кто они такие и что. Но вообще суть этого ролика, ну, правда, как-то непонятно. Я уже сказала, по какой причине. Восстановить документы, и это надо снимать в сюжет целый. Ну, правильно, просто так же мальчики не хотят помогать людям. А то вот мне пишут, а ты чем помогла? Очень много помогла, хочу сказать. Но не считаю, что это нужно было фиксировать на камеру. Я не считаю, но помогла и помогла. И каждый так, не только я. Ну, правда, не только я. Так, наверное, 50% населения помогли и помогли. И купили булку хлеба, и купили, и нормально. Подвезли, и тоже хорошо. Да разных много добрых дел, которые мы не фиксируем на камеру. Ну, мальчики же у нас считаются блогерами. Поэтому они всё фиксируют на камеру. Да, мне даже как-то написали, что, Оля, а что ты животных показываешь, что ты их кормишь? Надеюсь, тебе на корм денег накидают? Вот, ничего не надеюсь. Вообще ничего не надеюсь. Пошла, купила корма, 3 килограмма мешок и упаковку влажного корма. И ничего ни на кого не надеюсь. У меня у самой ёкает, болит. А показываю для того, чтобы, ну, наверное, каждый из нас хотя бы хоть раз либо дал воды животному на улицу. Я уже не говорю о том, чтобы это животное приютил. Ну, или кусочек той колбаски, которая, да, вредная, но она не вреднее, чем с мусорных пакетов отходы. Ну, либо какой-то корм. Ну, все мы можем это сделать. Ну, это относится, конечно, к тем людям, которые любят животных. Потому что те, кто их не любит, они никогда этого не сделают. Вот такая вот у меня, как бы, цель, почему я показываю животных. В общем, не знаю. Не нравятся мне эти герои. И не в плане того, что не нравятся, вот, как люди. И, возможно, у них действительно какая-то ситуация, та, о которой нам вообще не рассказали. Но я вот говорю, у нее три года нет паспорта, два года она как ослепла. Почему не делала, почему нет других документов, где делся этот паспорт, как украли, что случилось. Почему живут в этой лачуге, а не в квартире какой-то съемной или в другом каком-то дому, видимо. И у мужа какое-то же жилье было. Понятно, что у нее это какой-то либо сожитель, либо какой-то второй, или третий, или четвертый муж. Это понятно. Но почему? Почему до этого времени ничего не делалось? Ждали мальчиков, которые приедут и все сделают. Ну, и здесь одно то, что уже, знаете, вроде как бы и незнакомые. Хотя кто его знает? Может быть, какие-то знакомые Андрея. Потому что Андрей, Андрей, вот, возможно, через Андрея какие-то знакомые. Ну, и да, интересно, конечно, когда спрашивали, а вы не пьете? Пила. Ну, я не верю, что сейчас она тоже не составляет компанию своему мужу. Ну, вот, действительно, когда Игорь задал вопрос, что, может быть, тоже супругу составляете компанию, она говорит, сейчас нет. Ну, лукавит, наверное, скорее всего, тоже, да. Ну, в общем, не знаю, ребят, жду ваших комментариев, что вот вы думаете по этому поводу. Не показались ли вам странные эти герои? Ну, мне кажется, вам они тоже показались странные. Потому что мы как-то друг друга понимаем с вами. И много вопросов здесь, как всегда. И толком никаких ответов. Для чего ролик? Ну, ладно, тут это понятно, для чего я уже говорила. Потому что ролик, он приносит средства. В общем, как-то вот такое у меня мнение. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И всем хорошего настроения, всем добра, позитива, улыбок. Ну, и главное, здоровья. Берегите себя и своих близких. Виртуальные внимашки каждому. Всем пока.